Субтитры сделал DimaTorzok Все начиналось с идеи. В Казанском федеральном состоялся IT-прорыв. Ислам – самая популярная тема в СМИ и политике. О положениях ислама в России говорили на лекциях Дамира Мухаммеддинова. Мозговой штурм. Режиссеры и сценаристы готовятся к новой студенческой весне. Вы только задумайтесь. Все самые известные миру новшества изначально были простой идеей в чьей-то голове. А теперь современная технология является важной частью бизнеса и нашей повседневной жизни. Однако наука никогда не останавливается на достигнутом. И теперь инновационные проекты, того, что раньше не существовало, уже готовы выйти в свет, чтобы изменить наш завтрашний день. От кого зависит наше будущее, выясняла Аделя Шимылова. Акционерное общество «Росэлектроника» под эгидой партии «Единая Россия» организовало всероссийский конкурс прорывных проектов в области IT-технологий. Данный конкурс направлен на выявление и поддержку прорывных проектов молодых инноваторов, развитие инновационного типа мышления и объединение усилий представителей разных областей науки для создания новых точек роста. Торжественная церемония открытия шестого этапа IT-прорыва состояла в стенах нового шоурума Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального. Пожелать участникам удачи пришли не только ведущие сотрудники предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, но и представители вузовской и академической науки. Что же будет через 10-15 лет? Я думаю, что никто в этом зале не сможет сказать, что будет. Будет ужасно интересно. И это тоже интересно будет, что вы делаете сегодня. Я хочу, чтобы вы продолжали этим заниматься. Потому что это не только интересно, это полезно и вам, и всем. И это будущее нашего мира, нашей страны. Все проекты будут оцениваться по шести основным номинациям. Роль IT в радиоэлектронике, безопасности, медицине, образовании, энергетике и на лучшее мобильное приложение. Вот как раз с целью поиска талантливой молодежи и для того, чтобы какие-то проекты наиболее интересные можно было поскорее внедрить в производство и получать в оборот. Нельзя не упомянуть, что на сегодняшний день Россия нуждается в тысячах разработчиках для решения важнейшего для всей страны вопроса – импортозамещения. В связи с этим в конкурсе принимают участие различные вузы России. Свыше 5000 проектов уже прошли региональный отбор. IT-прорыв ориентирован на школьников, студентов, аспирантов и младых исследователей в возрасте до 24 лет. Сегодня я выступлю с проектом проектирования виртуальных полигонов для достоверного моделирования сложных технических систем в процессе проектирования и испытаний. То есть это виртуальная физическая среда, набор ландшафтов. Мы представляем сканер, сканер картины любого размера, для любого масштаба. Идея как раз появилась для Дней науки, но мы и здесь решили выступить. На сегодняшний день перед Казанским федеральным стоит амбициозная цель – войти в сотню лучших университетов мира. А IT-технологии, являющиеся одним из приоритетных направлений развития КФУ, играют в этом важную роль. IT-прорыв, созданный для выявления и поддержки инноваторов, успешно справляется с поставленной задачей. А Казанский федеральный стремительно увеличивает свой потенциал, что хорошо видно по результатам. Аделья Шемилова, Ленардо Влесьяров, Универньюз. 15 февраля в Институте международных отношений и истории высоковедения КФУ состоялась лекция «Ислам в России. История и современность». Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. В пятницу 17 февраля в Институте международных отношений и истории востоковедения КФУ состоялась лекция Дамира Мухединова, первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации. В этот день говорили об исламе в России, истории и современности. Темы ислама не перестают угасать уже долгое время. Ее уделяют свое внимание не только представители СМИ, но и политики, режиссеры. Мусульманская ума в России на данный момент стремительно развивается, но тем не менее не обходится и без проблем, которые встречаются в каждой религиозной общине. Мусульманская община очень стремительно развивается. За 25 лет была фактически с нуля восстановлена инфраструктура, построенные тысячи мечетей, тысячи медресе. Но одно дело, когда восстанавливается в камне, из камня или из какого-либо иного материала, это одно. Это действительно можно за очень короткий срок восстановить и построить. А вот внутреннее наполнение продуктом, кадрами, идеологией, это процесс, который требует столетия. Стоит отметить, что татары – это самая крупная нация, которую представляют мусульман в нашей стране. Из Татарстана вещают прежде всего на татарском языке. И те мусульмане, татары, а почему я говорю больше о татарах, потому что это самая крупная нация, которая представляет ислам в нашей стране. Она в регионах ожидает и слышит, какие будут отсюда исходить проповеди, какие здесь будут публиковаться, печататься книги на родном языке, каков будет уровень образования в исламских учебных заведениях, в светских гуманитарных заведениях. Поэтому здесь очень важно, чтобы мусульманские лидеры, духовные лидеры очень тесно работали и с представителями академической науки. Каждый человек рождается в обстоятельствах, которые ему не дано выбирать. Религия семьи или идеология государства навязывается ему с первого дня его появления на свет. Взрослее или сталкиваясь с верованиями, другие системы начинают задумываться об истинности своих убеждений. Искатели правды часто оказываются в тупике перед фактором, что любая религия, идеология или философия претендует на свою истинность. И действительно, все они призывают людей делать добро. Диана Шилова, Альнар Дублесяров, Универньюз. В Казанском федеральном полным ходом идет подготовка к ежегодному фестивалю «Студенческая весна-2017». Не только вокальные и танцевальные коллективы готовятся к выходу к большой сцене, но вместе с ними режиссеры и сценаристы продумывают номера и помогают в организации. О том, как проходит подготовка режиссеров и сценаристов, расскажет Анна Глазунова. Школа актива «Слет творческой молодежи» собрала студентов разных институтов и факультетов, которых объединила любовь к декорациям, сцене, музыке. Нет, они не актеры, они начинающие сценаристы и режиссеры. Мы всех их собрали здесь, чтобы дать им еще больше навыков, чтобы дать им еще больше знаний, чтобы рассказать некие тонкости, нюансы режиссерской работы. Организаторами выступили департамент по молодежной политике совместно со студенческим клубом. Сегодня мы хотели бы сделать, точнее вот на этой школе, уклон на режиссуре, потому что многое, конечно же, зависит именно от режиссера, от его постановки, от его задачи. Если как режиссер поставит свою задачу, так и поплывет его корабль института, чтобы поставить студенческую весну. Здесь мы собрали самых-самых, наверное, таких креативных студентов нашего университета, которые занимаются режиссурой, которые горят этим. Участники не только получат полезные знания, но и смогут провести свое время на свежем воздухе. Ведь площадкой проведения школы-актива стал детский оздоровительный лагерь «Байтик». Для студентов были организованы квесты по территории лагеря, а также творческие задания, где они смогли раскрыть таланты и показать свои умения. У нас уже сейчас очень много идей и действительно хочется дальше работать, потому что ту информацию, которую нам дают на мастер-классах, она действительно нужна в практике сейчас уже. И мы ее используем. Берешь тут какие-то продукты, результаты, уже думаешь, как это воплотить в студенческую весну. Например, вчера, ну вот конкретно, да, Рашид нам рассказал, что нужно прям структурировать, от чего нужно отталкиваться, с чего начинать, прежде чем вообще писать сценарий, и начинать это все придумывать. Придумывать. То есть, ну, для меня была практически как новая информация. Для студентов прошли мастер-классы, где они узнали все об основах режиссуры. Ну, я попытался чуть-чуть объяснить, насколько это возможно за час, какие-то основы режиссуры и первые такие, ну, такая первая медицинская помощь в режиссуре, наверное. С чего надо начинать? Конечно, ему надо учиться 4 года или 5 лет, или всю жизнь. Но какие-то вещи, от каких-то ошибок можно людей спасти советами, если они это будут использовать. После мастер-классов студенты еще долго не могли отпустить спикеров. Задавали вопросы, спрашивали советы, узнавали, какие книги полезно будет прочесть. Школа «Актива» пройдет до 19 февраля. Как только участники вернутся в свой привычный учебный режим, то сразу начнут воплощать свои знания и умения, полученные на творческой школе «Актива». Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Самое популярное в мире женское имя, как оказалось, Анна. Его носят почти 100 миллионов женщин. А бордер-колли считается самой умной породой собак. На этом наш эфир подходит к концу. Смотрите нас чаще, хороших выходных. Пока-пока.